я не вижу творога где здесь творог гречки нет что вообще здесь можно есть пожалуй возьмем себе бутылочку привет друзья сегодня мы с вами в магазине пройдемся по каррифуру и посмотрим что новенького появилось в декабре пойдемте рождество и новый год это в первую очередь много разных сладостей которые продаются именно в этот период панеттон и туроны павлороны сейчас я вам покажу какой здесь выбор и что это за сладости сразу на входе нас встречают троны это местная сладость которая появляется в магазинах именно к рождеству и новым годом трончики они не дешевые они бывают разные это вот например мягкий турон этот турон более твердые 12 евро стоит туроны бывают вот в виде кругленьких каких-то маленьких лепешек либо виде шоколадки все этот урон и разновидность уронов с медом с ягодами вообще история с туронами нам очень к это интересно они бывают всякие разные бывают твердые мягкие как шоколадка как наша халва то есть какого-то нету определенного одного рецепта что ты взял попробовал скал о этот урон нет у них совсем какие-то они настолько разные что я даже не могу сказать почему они это это является туроном например а другая шоколадка нет урон вот но тем не менее большое количество тронов именно в это время в рождественское вот видите они например с орешками бывают эти троны чем по-разному они выглядят совсем по-разному стоят натурон местная сладость выходя далеко здесь есть еще панеттон и панеттон и бывают разных видов размеров вкусов с начинками без начинок это например поменьше упаковка 5 500 грамм 399 вот такой панеттончик стоит либо 900 грамм они в разных упаковках с разными вкусами кроме тронов панеттонов также в магазинах можно найти печенье который называется павлорона такие печенье можно купить на развесу сделать микс разных павлорончиков или выбрать что-то уже в готовых упаковках очень популярны здесь наборы со сладостями где есть уже и турончики какие-то конфетки и также павлоруны входят такие наборы не где-то от 6 до 15 евро стоят в отделе с рождественской атрибутикой можно встретить необычные для нас декорации например вот такие вот домики для чего не я вам сейчас расскажу эта сценка для вертепа также здесь можно купить все необходимые фигурки для того чтобы этот вертеп наполнить сценки бывают очень разные вот побольше поменьше на любой вкус и цвет так в принципе и фигурки тоже всякие разные помимо того что здесь можно найти все для вертепа мы также обнаруживаем здесь каталонского персонажа который называется коготье именно вот этот вот дружок приносим детям на новый год а точнее на рождество подарки большой когатил стоит 24 евро а совсем малюсенького можно за 2.90 приобрести вот такой вот милая какающая поленка в декабре в магазинах появляются расконы это такие традиционные тортики которые бывают шоколадные ванильные с какими-то сухофруктами так далее внутри обязательно есть корона и спрятана фигурка короля и фасолинка ни один ни одно рождество без этой сладости не проходит испанцы обожают хамон в том числе это является очень хорошим подарком на рождество и новый год поэтому они покупают целые ноги в подарок и во время декабря появляются целые стенды большие с разнообразием этого хамона хотите нарезанный хотите в виде целой ноги давайте посмотрим что сейчас есть какой здесь выбор хамона вот например отдельно целая нога хамона стоит 125 евро это хорошая нога вот черным копытцем все правильно и берега рядышком можно купить хамон вот в таком виде вот в такой упаковке 59 евро стоит в подарок можно здесь прям целые упаковки в которых есть какие-то дополнительные плюшки вот например здесь бутылка вина и две колбаски идут здесь две колбаски просто здесь тоже к хамону предлагается колбаса очень большой здесь отдел хамона хватит на всех также популярно покупать вот такие упаковки где уже хамон разделом не надо ничего срезать 39 евро стоит вот такая вот упаковка целые елки из ног посмотрите ну и рядышком напротив здесь наборы набор за 259 евро включает ногу и еще две бутылки вина и самый дешевый подарок но испанцы очень любят дарить хамоны ноги тоже имеют разную цену видите и за 55 можно купить евро ногу и за 149 с 269 из типичного и стандартного здесь отдела это очень классный отдел рыбный с морепродуктами вот чего здесь только нету и мидии и крабы и кальмары и сепии в крифури можно найти все много рыбы свежий разный даже лобстер есть за 19,99 также есть холодильники со всякими замороженными штуками в том числе можно вот ноги краба купить за 23 евро килограмм давайте заглянем еще в холодильнике то нет килограмм тонца стоит 19,90 вот такой вот кусок 8,68 436 грамм также из необычного здесь можно встретить очищенную сепию это не кальмар это сепия каракатица стоит килограмм 1189 здесь фаршированные маленькие кальмар чеки 432 стоят креветки это скорее уже отварные очень часто магазинах можно встретить набор для паэльи когда здесь всяких разных морепродуктов на складывают вот 9 евро стоит такой наборчик здесь и ракушки есть разные и креветки кольца кальмара а через вот такие вот совсем маленькие креветки мы их никогда не брали не знаю что с ними делают также от филе разные рыбы тут можно купить это например сибас уже разделаны готовый разная свежая рыбка я вот название не всех знают даже давайте посмотрим сколько у нас здесь картошка стоит сравним цены картошки у нас в испании и в вашем регионе сделан так стоит свой индекс картошки 79 центов килограмм картошки предлагаются пакеты фасовки 10 килограмм либо рядышком пакеты поменьше евро 30 за килограмм картошки здесь 5 килограммовый пакетик есть красный картофель по евро 83 ну и тут еще картошка еще картошка и вон еще картошка что сколько у вас стоит картошка в общем самый дешевый нас 79 центов за килограмм картохи еще одним большим отделом является отдел с маслом подсолнечным и оливковым сам покажут цены какие у нас здесь 949 стоит пятилитровая банка вот такая вот подсолнечного масла рядом стоит оливковая 1895 тоже за 5 литров но и рядом совсем другие цены тоже оливковое масло 22 евро 3975 за 5 литров зависимости от качества от отжима цены на оливковое масло могут очень сильно отличаться 35 евро за 5 литров 40 евро вы сами все видите озвучивать не буду все окно вот тут оливковых масла очень много большой большой стенд это все оливковое масло вот во время декабря появляются еще очень классные винные наборы давайте я покажу какие винные наборы сейчас есть в каррифуре 17 евро можно купить две баночки брюта это кава с конфетками фрексинет с бокалами например в общем вот такие вот варианты есть разных и дин можно купить вот бутылочку вина тоже и красивый бокал в подарок будет за 15 евро за 1389 вот такие три бутылки вина вариантов здесь очень много наборов разных подешевле подороже с разных регионов вина а пока мы гуляем по магазин и хочу попросить вас поставить лайк этому видео также проверить подписанного ли на канал если нет скорее подписывайтесь на здесь очень уютно и всегда позитивно я вам хочу показать еще один атрибут нового года без которого каталонцы просто не представляют свое рождество это вот такой вот цветок вот такие вот яркие цветы они бывают красные они бывают розовые светленькие беленькие желтенькие цена за цветочки их приносят в дом их дарят своим родным близким друзьям они по всему городу в любом доме у меня тоже кстати два года подряд были такие цветы но они у меня не выживали буквально там недельку-две и все я с ними и пересаживала я их там поливала окучивала но не растут у меня эти симпатяги поэтому в этом году я наверное покупать его себе не буду в каждом магазине испанском можно найти большой стеллаж с бульонами бульонами какими хотите тыквенный бульон бульон на овощах которые растут на средиземноморье бульон кабачок с сыром бульон из овощей которые растут в огороде бульон курица с хамоном куриный с овощами бульон мясной бульон на каком-то мясе сделан испанцы очень любят готовые бульоны и не тратят время дома на их приготовление они просто приходят в магазин выбирают какой им надо если потом готовят супы и паэльи и фидуа и так далее вот все что можно приготовить на бульоне они готовят и берут этот бульон в магазине уже такие родные но до сих пор непривычные огромные прилавки со всякими рыбными консервами в основном это тунец в разных вариациях в разных компонациях с какими-то вкусами без вкусов баночка побольше поменьше а также здесь очень много морепродуктов законсервированных здесь у нас еще всякая разная рыба есть например треска также у нас встречается абонита это рыба которая похожа чем-то на тунец и доходим до в морепродуктов здесь очень много мидий в разных соусах в разных маринадах целых два стенда больших посвящены мидиям ну а дальше то что как бы нашему глазу не так часто встречалась навахос это такие моллюски они тут разные видите такие длинненькие как червячки вот навахосы вот так вот выглядят потом всякие ракушечные штуковины есть замаринованные барберечесы вот еще барберечес это тоже моллюск из ракушки и вот это все эти барберечесы вот так он выглядит этот моллюск ну на вкус моллюск и моллюск ничего прям вау супер кальмары тоже всякие разные выбирайте пробовать ну и сардины сардины бесконечные сардины сардин здесь также много как и тунца и тоже всякие разные сардины хотите классические без ничего просто в оливковом масле хотите с перцем с помидором хотите с лимоном хотите в масле оливковом хотите в масле подсолнечном бывают в разных упаковках железненькие бумажные все на любого покупателя очень вот это вот все что вот вы видите вот это вот все эти стеллажи это все консервы морепродукты и тунцы сардины и так далее покажу вам еще отдел со вареньем но скажите варенье варенье что здесь такого как насчет варенье из томатов я его сама не пробовала но здесь такого добра хватает наряду с классическими вареньями что можно найти варенье из перца и варенье из лука ну и вот варенье из томатов которые вам показываю дальше у нас идет обычное варенье слив а чуть чуть выше за обычного перси вот смотрите варенье у нас из инжира а дальше варенье из томатов в общем помидорное варенье соседствует рядышком с вареньем например из лесных фруктов такие ягод почему так вот ребята не знаю как это объяснить я сама такие варенье не пробовала не из перца не из томата не из лука пока еще не готова на эксперименты для нас необычно а для испанцев привычно стихах коротко о вареньях дальше продолжаем смотреть полки в магазине каррифур и хочу вам показать что рядышком с нашей кукурузой рядышком с нашей морковочкой нам привычный до соседствует такая штуковина как пальма я ни разу не пробовала но вот куски пальмы прям в каррифуре на прилавке я видел даже эту пальму в меркадоне ни разу не пробовала но возможно когда-нибудь в чем-нибудь только надо понять в чем и как ее едят ну вот с обычными продуктами можно найти еще пальму покушать рай для тех кто любит сыры просто огромное количество всяких разных сыров на любой вкус и цвет справа слева что хотите всякие сыры на закуску с начиночками специальный кстати мармелад продается в испании для сыров он бывает разных видов тоже разных вкусов и испанцы очень любят сырами есть мармелад эти вот еще мармелад это все для сыров все это разные сыры хотите козий хотите коровий хотите какой хотите я с вами хочу еще поделиться секретом мимо чего мне пройти очень сложно это мимо всяких побрякушек таких сережечек цепочек я очень люблю разную бижутерию и я всего себе хочу всегда то есть не совсем прям все-все да мне очень интересно там разглядывать все это дело примерять себе и не покупаю очень редко покупаю себе какую-то бижутерию потому что я понимаю что это как мусор до лишние деньги только выкинуты но очень люблю в этом разделе покопаться посмотреть что продают сколько стоит и так далее кстати бывают очень интересные там виде розочек да вот например комплект стоит 799 то чтоб дешево но и недорого как бы железка и железка но все очень симпатично блестит и меня так манит так манит хорошо что здесь этот отдел маленький совсем буквально тут две стоечки я уже его перекопала и уже решила вам под конец признаться вот своей такой вот страсти ко всяким побрякушка ну давайте еще немножко рождественских новогодних подарках период декабря здесь появляется отдельный большой стенд с подарками которые укомплектованы да где большие большие коробки с разными вкусняшками это все дело выглядит вот так и тут например смотрите есть коробка которая стоит 42 евро список что туда входит вот так вот это все дело выглядит вот можно купить такую коробку взять и кому-то в подарок подарить на разный вкус и цвет разные стоимости у этих наборов набор с ногой дох например хамон здесь внутри вот здесь можно прогуляться посмотреть из чего состоят наборы 68 89 евро набор 49 вот очень по-испански это очень по-каталонски выбрать именно такой подарок на рождество либо на новый год видите какая большая коробка за 249 евро на на просто огромное мы там всего хватает и ногах амона и несколько видов вин и сладости и прочее прочее очень наборов здесь очень много и можно вот какую-то взять ой какую тяжелую слушайте вот такой вот наборчик например стоит 33 евро и подарить кому-то ну что ребята самое время отправляться на кассу если вы пока мы тут гуляли по магазину собрала кое-что домой на покушать я здесь обычно беру мясо мне очень нравится именно в крифуре закупаться мясом вот овощи мы все ребята мой шопинг на сегодня завершён отправляюсь домой со своими покупочками напишите обязательно в комментарии как вам наш обзор я буду ждать и если он вам понравился то будем может быть и не знаю там раз в месяц может раз полгода проводить какие-то такие закупочки в разных магазинах но все я вас всех ребят обнимать все не скучайте всем азиосики всем пока 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 пока